Теперь, когда мы поговорили о выборках элементов внутри объекта, элементов из которых этот объект состоит, настало время поговорить о выборках самих объектов, о том, как они устроены внутри интерфейса мода, то есть переход от одного объекта к другому, манипуляции с ними. И для этого мы обратим внимание вот сюда, на правую сторону, где у нас расположена вкладка items, то есть объекты, если переводить с английского. Значит, это таблица, в которой у нас расположены слои, они же называются мешами, сейчас слой один по умолчанию, одна камера и один источник света. Камеру и свет мы пока не видим. Внутри интерфейса, но их можно, разумеется, отобразить, пока это нам не нужно. Значит, вот так у нас выглядит сцена по умолчанию. Собственно, как вы поняли, вот все эти объекты внутри нашей сцены лежат. Внутри того файла, который вы, собственно, обнаружите, когда нажмете на сохранение. Там, сейф, сейфас, вот. Значит, на камере и источнике света мы остановимся подробнее позднее, сейчас об этом слое. Слоев у нас обычно в сценах бывает очень много. Это нужно для быстрого доступа к слою и быстрых манипуляциях с ним. Не к слою даже, а вот именно к объекту внутри слоя. Новый слой мы создаем с помощью клавиши N. Разумеется, и здесь у нас можно их создавать. Но самый быстрый способ это работать горячие клавиши. Клавиша N английская создает новый слой. Вот он здесь появился. Далее мы создаем еще, допустим, слой. И теперь мы переходим посредством кликания по слоям левой клавиши мыши от одного к другому. Мы переходим в этот слой, где у нас наш объект. Мы его выбираем в режиме полигонов. Значит, переход от выборки полигонов от мода, в котором мы работаем, полигонного или мода edge или вершин точек. Это переход мы осуществляем горячими клавишами. Один, это точки. Два, это edge, три, это полигоны. Есть и другие виды, но пока нам не нужны. Также мы можем переключаться между ними, нажимая клавишу пробел. То есть вот выборка, наша полигонка на клавиши пробел, она не исчезает. Мы лишь в другой мод переходим. Значит так, сейчас, чтобы нам скопировать этот объект в другой слой, я его скопировал, чтобы было нагляднее. Мы выбираем его, нажимаем Ctrl-C, то есть по аналогии с тем же Windows, с любой другой программой. Кликаем на наш второй слой. Обратите внимание, он полупрозрачный, потому что в нем нет геометрии. Сейчас он станет обычным, таким же черным, как этот, надпись. Потому что объект у нас будет уже здесь. Мы его перемещаем в другое место, вызывая наш базис на клавишу W. Сбрасываем выборку. Переходим в следующий объект, нажимаем опять Ctrl-V, чтобы вставить B, английское. И сейчас вместо того, чтобы его выбирать, мы просто нажимаем опять на W, базис. И вы знаете, что когда у нас не выбрано ничего, выбрано все. Это нам нужно для того, чтобы не загромождать наш вид, а, собственно, подсвеченными полигонами, иногда так проще. Значит, вот мы расположили три геометрических объекта внутри трех слоев. Собственно, слои и нужны нам для того, чтобы манипулировать с этими объектами, и чтобы объекты были независимы друг от друга. Например, вот у нас первоначальный объект, я, находясь только в этом слое, я могу манипулировать только с ним. Остальные слои у нас не активны. Это тоже важно, это тоже удобно. Допустим, если нам нужно будет что-нибудь тут менять, очень сложная геометрия, мы можем нечаянно задеть вот эти объекты. То есть, допустим, мы выбрали все полигоны, и один здесь полигон. Мы это все будем вращать, и у нас будет геометрия искажаться, чтобы мы оглянемся, опа, и вот такая вот оказия произошла. Чтобы иногда это бывает просто смертельно плохо, когда очень сложная геометрия, лучше все разбивать по слоям. И перемещаться внутренних очень просто. Значит, это тоже можно сделать из горячей клавиши, но пока я не буду вас втомлять излишним количеством этих клавиш. Пока у нас есть только 7 клавиш, это 1, 2, 3 моды. W и R это базисы манипуляции с геометрией, то есть перемещение, вращение и масштабирование. И еще клавиша N, новый слой A, ну да, и клавиша 8, спейсбар. Вот, значит, что тут еще важно знать? Если, допустим, нам нужно будет работать на время с двумя-тремя слоями, в данном случае пускай с двумя, вот с первым и с третьим, мы можем это сделать и не трогать второй слой. Значит, чтобы их выбрать два, мы опять же используем control, чтобы выбрать точечную выборку, например, если мы отсюда зажмем shift, то мы выберем все слои отсюда до сюда. Это опять же аналогия с папками Windows, с файлами Windows. Вот, там то же самое мы можем сделать, кликнуть на один файл, кликнуть на файл ниже, в списке, и зажав shift, и выберется все эти файлы, от первого до последнего. Вот, нам нужно от первой и второй, точнее, третий. Вот, и сейчас смотрите, мы, вот видно по подсвечиванию полигонов, мы можем работать с ними с двумя, вот, а от третьей мы выбрать не можем. Мы зажимаем клавишу, вводим, выборка не происходит. Вот, это тоже крайне удобная вещь. Далее, еще преимущество работы слоев, это то, что мы можем делать некоторые слои невидимыми. Вот этот значок, видимость, визабилити, он может быть отключен. Смотрите, у нас пропадает объект, он просто становится невидимым, и никуда не исчезает. Наш первоначальный объект. У нас может пропасть. Вот этот объект, сейчас я нажал, он не пропадает, потому что он у нас выбран. Вот, если мы перейдем в другой слой, он у нас пропадет. То есть, объекты, которые у нас выбраны, слои этих объектов, в данный момент времени, они показываются, независимо от того, есть тут видимость, либо нет. Также тут у нас изображение того, что, собственно, сейчас мы работаем именно в этом месте. Вот. Так. Ну, я думаю, это все о слоях для начала, хотя слои, это гораздо более серьезная тема, и там есть очень много вещей, которые, вот, например, опции слоев, которых мы расскажем чуть позже. Единственное, вот тут самые простые, это rename, переименовать. Duplicate, это дублировать его, по аналогии с Photoshop, и удалить. Это самое важное. Rename мы можем здесь нажать, и у нас высветится опция, допустим, слой 3. Либо мы можем нажать дважды на этот слой, и у нас то же самое будет, но уже внутри вот этого интерфейса, внутри этой вкладки. Мы можем нажать и назвать его слой 2. Итак, пришло время поговорить об action-центрах. Прямой перевод этого словосочетания центр действия. Что это такое в моде? В моде это условная точка, от которой берут отчеты различные манипуляции с объектами, с элементами этих объектов, различные модификаторы, и все то, что нам позволяет манипулировать с объектами внутри мода. Значит, от этой точки будут отчитываться эти самые операции, и будет зависеть конечный результат. Значит, тут мы видим множество сфер. Я специально убрал Workplane, я убрал показания визуализацию сетки этих объектов и покрасил симпатичный красный цвет центральную сферу, опять же, для наглядности. Значит, с чего мы начнем? Мы начнем с демонстрации списка action-центров. Собственно, вот они здесь все видны. Selection – это выборка, то есть action-центр, который зависит от нашей текущей выборки. selection-border – это action-центр, который зависит от границ этой выборки. Тут вот более сложные action-центры, которые мы не рассмотрим. Мы не рассмотрим вот этот pivot и pivot center parent axis. И все, что ниже, потому что это все довольно сложные вещи, и пока нам достаточно будет нескольких этих элементов. Аналог перевода этого слова – это, собственно, и есть элемент. Screen – это экран, то есть action-центр, зависящий от того, где находится наш экран. Вот, собственно, то, что мы видим. Это область. Далее, origin – это центр мировых координат, то есть координат всего трехмерного пространства, внутри которого мы находимся. Parent – это родитель, action-центр, который зависит от старшего в иерархии структуры элемента. Об этом мы тоже поговорим попозже. Тоже не будем на нем останавливаться. Хотя, вкратце, это, грубо говоря, манипуляции, допустим, с рукой робота, относительно туловища робота, если рука, она является, она связана с этим самым туловищем. Local – это локальный, ну, вот и пивот, и так далее. Значит, сейчас мы сделаем action-center selection, рассмотрим его на примере этой сферы. Как я и говорил, у нас быстрая выборка, вот этой части сферы осуществляется комбинацией shift – твердый знак. Я нажимаю R, и вот мы видим результат. Лучше всего показывать на операции scale, масштабирование. Что будет, если я применю selection border? У нас action-center переместится, вот здесь было ясно видно, в центр границы этой выборки, собственно, эта граница является кругом edge, вот, и, опять же, относительно его мы будем уменьшать или увеличивать объекты. итак, дальше, я покажу наглядно, ну, скрин элемент пропущу, покажу origin, вот, собственно, смотрите, здесь у нас центр, вот эти, наших координат, нашего трехмерного пространства, как видно, вот все эти элементы, они расположены не именно в центре, вот, и от этого наша демонстрация будет еще наглядней, я могу их уменьшить, увеличить, и эффект такой создается, как будто все стягивается в центр наших координат, обратите внимание, здесь можно изменять оси, ну, собственно, об этом я и говорил, когда я показывал это вам в System, здесь эти опции дублируются, далее, у нас идет, вот этот, остался, как бы у нас осталась настройка, я ее убрал, и я переключился горячей клавишей к Local, собственно, Local, это самая полезная вещь, самый полезный Action Center, ну, конечно, каждый из них полезен, но он будет полезней чаще всего, это ключ к решению задачи, когда нам нужно уменьшить каждую из этих сфер, но при этом не уменьшать их все вместе, да, вот еще раз я вам покажу, обычный Action Center, собственно, который у нас активирован по умолчанию, он нам позволяет все уменьшать, вот, и центром он считает центр всех этих полигонов, всех этих сфер, он находится естественно здесь, значит, разумеется, мы можем Action Center этот перемещать, колесиком мышки кликаем на любом месте, вот, и, собственно, смотрите, относительно этого места мы перемещаем, это крайне удобно, допустим, когда нам нужно сделать какое-то специфическое перемещение или масштабирование, вот, значит, мы просто кликаем, допустим, здесь, и он у нас увеличивается относительно вот этой части, здесь, правда, это очень похоже на Selection Border, и так, значит, каждую сферу мы можем уменьшать, естественно, одну за другой, выбираем, уменьшаем, и так до бесконечности, если элементов будет там, допустим, сотня, то мы, в общем, потеряем дикое количество времени, для этого и придумали Action Center Local, смотрите, я нажимаю R, и он появляется условно на первой сфере и в списке этих элементов, этих сфер, и когда я его уменьшаю, смотрите, происходит чудо, уменьшается каждая сфера, каждый элемент относительно своего собственного центра, также, может быть, может и увеличиваться, и перемещаться, но с перемещением тоже очень полезная вещь, смотрите, когда я, допустим, у этой сферы хочу переместить вот эту выборку полигонов, сейчас я верну на нашу изначально Action Center, на наш изначальный, я вот двигаю их в одну сторону, ну, по оси это, собственно, очень наглядно, очень очевидно, но если я хочу, чтобы каждый из этих полигонов, я лучше покажу вот так вот, и каждый из этих полигонов двигался относительно своей нормали, нормаль это условно линия, которая будет перпендикулярна плоскости вот этого полигона, но она там высчитывается определенным образом, вот, думаю, в школьной программе многие из вас изучали, что такое нормаль, вспомните, если нужно, я от горячей клавиши переключился на перемещение относительно этой нормали, и перемещаю, вот смотрите, происходит вот такое перемещение, и оно незаменимо, когда нам нужно собственно переместить группу полигонов, представляете, что было бы, если бы мы каждый из них перемещали, вот, да, еще раз демонстрация того, что будет, если я буду перемещать обычным экшн-центром, вот, ну, собственно, это все, что нужно знать об экшн-центрах на начальном этапе,